Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» продолжаем вместе с вами, кому это интересно, размышлять на очень важную тему, о которой мы говорили в одной из наших предыдущих встреч, о взаимоотношении христианства и восточного мистицизма. Мы рассматриваем очень популярный миф среди религиозной интеллигенции, даже вообще просто таких околорелигиозных людей, которые считают и убеждены, причем совершенно искренне, что представители христианства и, например, восточного мистицизма или целого ряда других религиозных традиций, подобны людям, которые идут по склонам одной горы к одной вершине. Люди могут друг друга не знать, могут друг друга недопонимать, может быть, разы в терминологии, но цель все равно одна, к которой мы стремимся. Так ли это на самом деле? Восточный мистицизм, можно сказать, с середины XIX века начал активную наступательную работу на территории Европы, тогдашней дореволюционной России. Затем в XX веке очень было такое поступательное движение восточного мистицизма через различные гуру, различных различных течений, проповедников, и поэтому эти идеи витают в воздухе, идеи некой такой духовной унификации мира. На прошлой беседе, кто из вас смотрел, мы рассмотрели, пытались рассмотреть основные постулаты христианства восточного мистицизма, поставленные лицом друг к другу. И сегодня постараемся рассмотреть далее, какие еще есть моменты, догматы христианства и восточного мистицизма. Христианство учит о первородном грехе. Как говорил еще блаженный Августин, епископ Ипанийский, нет в Святой Церкви учения более известного, чем учения о первородном грехе, и одновременно нет учения более таинственного, чем учения о первородном грехе. Святой апостол Павел в послании к римлянам говорит те слова, которые являются ключевыми для понимания, что это за явление. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Слово «грех амортия», то есть именно греховное состояние природы. Как одним человеком вот эта греховность вошла в мир, и посредством греха смерть, и смерть перешла во всех человеков. Из святых отцов Церкви наиболее глубоко рассматривал эту тему преподобный Макарий Великий и на библейском портале «Экзигет», кто из вас регулярно смотрит, была отдельная беседа, посвященная сущности первородного греха. Вы можете ее легко найти, кто желает. Сейчас, чтобы не повторяться, я лишь напомню вам некоторые высказывания преподобного Макария Великого. «Адам, приступив Божию заповедь и послушав лукавого змея, продал и уступил себя в собственность дьяволу и в душу в эту прекрасную тварь, которую уготовал Бог по образу своему, облегся лукавый». Сатана и силы и князья тьми со времени преступления заповедей воссели в уме и сердце и теле Адамовым, как на своем престоле. Следующая цитата. «Как скоро Адам приступил к заповедь, змей, вошедший, стал властелином дома. Он при душе, как другая душа. Вошедший в душу, он стал ее членом. Он прилепился даже к телесному человеку. И в сердце строится множество нечистых помыслов». То есть первородный грех понимается как нечто самобытное, которое со времени преступления заповеди Божией нашими правоцами существует в человеческом естестве. Иными словами, человеческая природа повреждена в результате грехопадения наших правоцов. И поэтому человек своими силами спасти не может. Он не может преодолеть вот этот внутренний источник зловредных страстей, вот это господство дьявола над его душой. «Для этого и пришел Сын Божий», как пишет святой апостол Иоанн Богослов. В Евангелии от Иоанна мы читаем эти слова. «Для того и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Чтобы человеку спастись, сам Бог воплощается. Вторая апосталь Святой Троицы становится человеком. Господь в своем Боговоплощении восстанавливает человеческую природу. В ее первозданной чистоте Господь воспринимает природу первозданного Адама, чистого от греха, и своей смертью на кресте Голгофы искупил человеческий род от греха, проклятия и вечной смерти. Поэтому христианство на этом зижит. Это один из главных догматов христианства, учения о искуплении, о том, что Сын Божий стал человеком, реально стал во всем подобен нам, кроме греха, что Он пострадал за нас, искупил нас от греха, проклятия и смерти и воскрес, и своим воскресением даровал нам надежду на воскресение. Поэтому для спасения человеку необходимо веровать во Христа Спасителя. Через таинство крещения стать членом богочеловеческого организма, который есть в Святая Церковь, и жить по заповедям Божьим. Это неотъемлемое истинное христианство. О чем учит восточный мистицизм? Восточный мистицизм учит о так называемой первородной божественности. Что такое первородная божественность? Причина как раз глубокого различия в понимании природы Бога, которая существует в восточном мистицизме, то, что Бог безлищен, что этот абсолют разлит в природе, что этот абсолют безличный проявляет себя и как добро, и как зло. И таким образом для индуизма гордыня не является совершенно большим грехом. Поклонение идолам не является грехом. Поклонение самому человеку не является грехом. Если для христианства гордыня является самым большим грехом, потому что отпадший от Бога один из высших ангелов как раз по гордыне возгордился и отпал от Бога, то для восточного мистицизма гордыня является совершенно нормальным состоянием. С вами Вивакананда, которого мы уже цитировали в предыдущей беседе, писал следующее. «Вы еще не знаете Индии. Мы, индийцы, в конечном счете человекопоклонники. Наш Бог – это человек. И человек должен стать божественным через осуществление божественного». Старые религии утверждали, что атеист – это тот, кто не верит в Бога. Новая религия, подразумевая под новой религией Адвайд Веданту, которую с вами Вивакананда и пропагандировал как раз в западном обществе. Новая религия утверждает, что атеист – тот, кто не верит в самого себя. Давайте на этом месте поподробнее остановимся, дорогие друзья. Представление о собственной божественности очень льстит человеческому эго. Одно дело веровать, что мы сами своими силами спастись не можем, что мы повреждены первородным грехом в результате греховодения наших правоцов, что вот как одни человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человека, потому что в нем мы согрешили. Мы все, как в другом месте говорит святой апостол Павел, мы все стали чадами гнева Божия, мы нуждаемся в спасителе, мы без него спастись не можем. Восточный мистицин наоборот говорит, что подлинная реальность является абсолют, а человек изначально божественен, то есть основная задача человека в освобождении от незнания о своей божественности. То есть человек свое собственное я отождествляется абсолютом. Большинство людей, учат восточный мистицизм, просто не знают, они еще не дошли до осознания того, что твое собственное я тождественно вот этому безличному абсолюту или вот этому брахману, который разлит в этом мире. То есть ты являешься Богом, ты божественен. И теперь, я думаю, становится очевидно, почему современным людям, даже называющим себя христианами, но только по имени, как льстит их гордыня, как льстит их страстям чувство того, что ты изначально божественен, ты просто об еще не знаешь. И причем люди, которые последовательно двигаются в этом направлении, глубокого раскрытия своей так называемой божественности, осознания того, что ты божественен, они доводили себя до такого состояния, что, как вспоминал Вивакананда, в данном случае я цитирую вам из книги Ромена Ролана «Жизнь Рамакришны и жизнь Вивакананды». Вивакананда в молодости, когда видел таких подвижников, в кавычках, индуизма, они вызывали у него ужас, и в частности он вспоминал, «Я видел цепенье от ужаса этих живых мертвецов и в страхе плакал при мысли, что и мне придется, может быть, пройти через это и уподобиться одному из них». И здесь мы видим странный парадокс. Восточный индуизм начинается с самообожествления, а заканчивается полным самоупразднением человека. То есть сначала ты начинаешь мыслить, что ты божественен, а в результате ты должен полностью раствориться в этом безличном абсолюте. А в христианстве, наоборот, человек начинает с покаяния, с осознания своей греховности, с осознания того, что ты без Бога, ты без Спасителя ничего не можешь делать. И как тут не вспомнить слова Господа нашего Иисуса Христа, который говорит, «Без меня не можете делать нищесожи». И в сравнении с тем, с виноградной лозой, говорит, «Аз, есть мы истинная виноградная лоза, а вы роджи, то есть вы ветви. Если вы не прибудете на мне, как ветвь не приносит плода сама собой, если не прибудет на лозе, так и вы, если во мне не прибудете». И во многих других местах Священного Писания, Евангелия мы помним, как Господь говорит, «Кто не собирает со мной, тот расточает». Напротив, восточный мистицизм начинает с самообожествления и приводит человека в результате к полному самоупразднению, полному растворению. В результате своей молитвы, своих каких-то подвигов, своей духовной жизни представитель восточного мистицизма должен полностью раствориться в этом мистичном абсолюте. Если христианин в этой жизни даже одинок, он не одинок, почему? Потому что он общается с Богом. И молитва – это общение двух личностей. А в индуизме, даже если человек близко со своим гуру, со своим учителем, он все равно бесконечно одинок. Почему? Потому что его учитель в высшем смысле слова только безличный дух, этот абсолют, к которому он должен прийти и с ним слиться. Вот в этом очень важное различие между христианством и восточным мистицизмом. Следующий момент. Человек в молитвенном общении с Богом, говорит христианство, сохраняет себя как личность. И по мере духовного возрастания происходит полное раскрытие человеческой личности. Это можно проиллюстрировать словами Спасителя из Евангелия от Матвея, 11 глава, 28 стих, где Господь обращается, личный, личный Бог обращается к личности человека, говоря «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе, и научитесь от меня, я как укроток, есть мы смирен сердце, и обрящите покой душам вашим». Личность, личный Бог обращается к личности человека, призывает «Возьмите мое бремя, и вы обрящите покой. Ваша душа обретет покой, если вы возьмете иго мое на себе». А восточный мистицизм, сливаясь, призывая человека слиться в Абсолюте, призывает человека полностью в нем раствориться и потеряться. Следующий немаловажный пункт. Христианство учит, что тело является продолжением человеческой личности, поэтому тело тоже имеет отношение к спасению. Тело мы не умершляем, говорят воплоте, плотское мудрование, но тело будет восстановлено и воскрешено в день всеобщего воскресения. Для восточного мистицизма они смотрят на тело, как на темницу для души, от которого надо как можно быстрее освободиться. Следующий пункт. Христианство утверждает, что человек один раз живет на земле. И вот слова святого апостола Павла из послания к евреям, 9 глава, 27 стих, что человекам положено однажды умереть и потом суд. Человек один раз живет только на этой земле. И положение человека в вечности зависит от того, как он прожил именно вот этот отрезок земной жизни. Уверовал ли он во Христа, Спасителя мира? Стал ли членом Святой Церкви через таинство крещения? Исполнял ли он божественные Западе? Приобщался ли он к таинствам церкви? Боролся ли он со страстями меткого человека, который удаляет его от Бога? И они, страсти, дают дьяволу права над ним. То есть от этого, от того, как ты проведешь временную жизнь, зависит твоя вечная участь. А на земле ты живешь один раз. Это неотъемлемый постулат христианской веры. Восточный мистицизм учит о так называемой реинкарнации или перевоплощении. Душа человеческая перевоплощается в бесчисленное число раз. Число и условия перевоплощений, исповедует восточный мистицизм, определяется соотношением добрых и злых дел в соответствии с законом кармы. Вот это бессмысленное колесо перевоплощения. Причем человеческая душа перевоплощается в разных телах. Может, в телах животных, птиц, каких-то вообще неодушевленных предметов. И вот это бессмысленное колесо перевоплощения, которое у меня нет ни начала, ни конца. Вообще жить в таком мире достаточно страшно. Это хуже всякой смерти. И вот люди, серьезно интересовавшиеся восточной мистикой, они приходили даже в состояние какого-то отчаяния. Как можно верить в это бессмысленное колесо перевоплощений согласно закону кармы. А карма – это такой закон причинно-следственной связи твоей следующей жизни от поступков предыдущей. Следующая немаловажная составляющая христианского учения – это учение о божественной благодати и о синергии человеческой свободной воли с волей Божией и с божественной благодатью. Человек своими силами спастись не может. Никакими добрыми делами, даже суммой добрых дел человек не может спасти себя от вечной святи. Поэтому и пришел в мир Господь, чтобы разрушить дела дьявола. Поэтому Господь пострадал и умер за нас, чтобы даровать нам вечную жизнь. И мы веруем во Христа. И человеку для того, чтобы спастись, надо, чтобы он свою свободную волю покорил воли Божией. В этой синергии происходит спасение человеческой души, как и святой апостол Павел в послании к Ефесиным говорит «благодатью вы спасены через веру и сияние от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ну, сам контекст этого послания был адресован людям, которые надеялись только своими делами спастись. Восточный мистицизм, напротив, исповедует вот такую идею о самосовершенствовании. Человек приближается к этому безличному абсолюту при помощи различных психофизических упражнений, йоги, медитации, опираясь только на свои силы. И здесь, дорогие друзья, уместно дать определение, что такое медитация, чем она отличается от молитвы, потому что для достаточно большого числа людей они путают, иной раз даже говорят, вот там пошел в храм помедитировать, или там вот там где-то пошел заниматься йогой и молиться. Путают молитву и медитацию. Молитва – это диалог личности. Как преподобный Иоанн Лесович говорит, это возношение ума и сердца Богу, когда личность, свой ум и сердце возносит к личности божественной, обращение к Богу. И молитва бывает, прошение, благодарение, прославление и так далее. Это вы из православной эскетики можете хорошо знать. А медитация – это диалог с пустотой. Иными словами, безличный абсолют, который тебе все равно не ответит, и твоя душа, так, по крайней мере, должен мыслить, и к этому стремится мыслить всякий религиозно мотивированный последователь восточного мистицизма, твоя душа является тождественной этому безличному абсолюту, и ты просто тихо сам с собой ведешь беседу. Разговор с пустотой, разговор с сам собой, и никакого ответа и диалога даже не предполагается. Вот чем принципиально отличается молитва, как возношение ума и сердца к Богу, и медитация – тихий разговор с самим собой, без надежды услышать когда-то ответ. Вот смотрите, дорогие мои друзья, в этой беседе мы рассмотрели еще пять основных принципиальных положений христианства и восточного мистицизма. И мы видим, что поставленные лицом друг против друга, они не дополняют друг друга, а даже взаимоисключают друг друга. В следующей беседе постараемся рассмотреть еще несколько очень важных для этой темы моментов, о чем учит христианство и о чем учит восточный мистицизм. Будьте здравы и Богом хранимы.